Всем привет! Сегодня продолжаю бродилки по норвежским городам. Опять я в Ставангеле. И сегодня покажу вам жилой район недалеко от центра. Жилой район с старыми домами. Вот уже начинается наша улица. Мы видим современное здание, гостиница, также и старинное здание. Сейчас по туннелю мы перейдем в сторону театра и далее уже будем продолжать наше движение. Район, по которому я сейчас буду гулять, называется Воланд. Это центральный район. И передо мной сейчас цветочный магазин. То, на что я обратила внимание, это что начали продавать в Норвегии мимозу. Это первый раз, когда я увидела в продаже это растение, эти весенние цветы. Для меня это, конечно же, была новость. И, как мы видим, букетик стоит примерно 14 евро. Букетик мимозы. Вот такой вот маленький. Рядом тоже моя весенняя любовь. Это ранункулсы. Редактор субтитров А.Семкин Еще один пример красивых... Не могу сказать, что это наличники, но красивых декорированных окон и дверей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Здесь написано дата постройки дома 1863 год. То есть они сохранили все это в первозданном виде. Это вот такой вот красивый сказочный домик. Здесь кондитерская. А здесь этот красивый домик с крылечком. Такой вот прекрасный кружевной домик. Видно, что за ним ухаживают. И машину подзаряжают. Видимо, это гибрид. Я не в курсе и не разбираюсь. Другой дом. В общем, можно изучать историю стиля конца 19-го, начала 20-го века. Вот по таким вот районам во крупных городах Норвегии. И вот это что-то обветшалое и жилое. Я смотрю, там детские домики стоят. Еще мне нравится чайка. Так гордо выседает на крыше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также можно заказывать такие вот контейнеры для выброса Мусора, конечно же, за деньги Их привозят и потом, по вашему усмотрению, их вывозят с мусором Но это обычно, когда производят ремонт, очень надо много чего выбросить Материалы всяких, кто пользуется вот такими вот контейнерами И по поводу шторы гордин, смотрите Вот у старшего поколения можно даже встретить вот такие вот шторы То есть кто-то тоже имеет такую вот деталь оконного интерьера Субтитры сделал DimaTorzok Чувствуется уже приближение весны Все начали активно расслабляться, проводить ремонтные работы Кстати, смотрите, какая яркая желтая Тесла у кого-то Ну, бывает, бывает Это здание школы А здесь тоже красивое строение Сейчас мы подойдем поближе Я, конечно, старые дома очень люблю Вот именно на них смотреть, в них гулять Это как мини-музеи Но жить это уже вопрос совсем другой И вот тоже тут рядышком красивое здание Тоже с украшениями Сейчас подойдем поближе Прохожу мимо археологического музея В городе Ставангеле У меня там была в прошлом году Надо будет снова наведаться Здесь написано о растениях, которые использовались в доисторические времена Еще один дом оригинальный У них все еще рождество продолжается Ну, град тому, в принципе, и подтверждение, что зима не закончилась Там глубине старинное поле Прялка виднеется А здесь уже зацветает Так, one moment А кто что-то зацветает Не форзиции они И завершаю я свою пятничную прогулку Набережной, на которой в это время продают всевозможную морскую живность Например, морских раков, крабов, креветок Ну, иногда и лобстеров Надеюсь, видео понравилось Пишите комментарии И до скорых встреч Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok